всем привет с вами про геймер в этом видеоролике расскажу вам как пользоваться довольно-таки очень интересным приложением называется но quick shot а также отмечу что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах google play или же appstore и а на платформе google play это приложение имеет вот такую вот статистику статистика довольно таки хорошие не у каждого приложения есть и подобное но также перед началом самого видеоролика хотел вас попросить подписаться на мой канал ведь меня смотрят большие салютурии без подписки подпишитесь мне будет очень приятно также не забывайте ставить лайки и писать комментарии но мы начинаем сам видос и так при входе в приложение вам потребуется выбрать фотографию затем у вас будет открываться вот такой вот интерфейс я выбрал шаблончик который уже был представлен в этом приложении и теперь давайте начнем рассматривать все функции которые вообще в целом имеются в этом приложении первая функция у нас называется магия то есть первый инструмент в принципе он дополняет небольшие такие эффекты то есть накладывает небольшую яркость и так далее с контрастностью вместе затем можно выбрать него то есть также можно отматывать вот какой стороне вам будет принципе тут удобнее красивее смотреться в принципе вот просто мы решили то есть но опять же и тут есть функции которые доступны только справедürze и то есть примен версии за который вам придется заплатить деньги также хотел 이야기를 искать для тех кто не хочет покупать вот именно про версию вам потребуется в принципе скачать все это дело с браузера то есть приложение можете скачать с браузером и все в принципе с этим дальше уже не париться так с этим мы разобрались давайте рассмотрим функции далее то есть далее у нас есть функции вот именно такие как фильтры после тех не знают фильтры это определенное наложение на вашу фотографию яркости контрастности насыщенности теней всего в этом плане то есть также фильтров можно изменить интенсивность то есть именно от 0 до 100 процентов вы можете изменить и в принципе как вам будет уже удобно ну да ладно так период следующей функции это спецэффекта то есть наложение приносит спектак допустим здесь иск и искры допустим всякие такие звезды то есть в этом плане не делается график россии и более так скажем заполняют пустые пространства вы также можете их накладывать если он в принципе будет интересно также можете накладывать еще определенные эффекты но опять эта функция будет бесплатной в принципе она бесплатно верши доступны и вы можете ее тоже использовать так в принципе довольно таки она красивая и вам довольно таки она понравится также можно самостоятельно от руки изменять вот глубину резкость также вот структуру менять это все как вам уже понравится сами то есть опять же я не рекомендую использовать именно те функции которые вам будут так скажем из полезны для вас я рекомендую вам минут десять ними поиграться и чтобы как минимум понять все потому что особо как объяснить вот про все эти функции это вы будете понимать очень много с трудом просто рекомендую вам посмотреть что не по применять и вы уже в целом поймете как им пользоваться вот допустим функция виньетка на довольно часто требуется фотографиях использование когда вам в целом нужно убрать заднее пространство есть виньетку я в этом плане всегда включаю также экспозицию тоже можно включить далее вот насыщенность довольно таки неплохая функция но на этом фоне она смотрится довольно таки не так хорошо но все же вы можете ими в принципе пользоваться изучить и главное и уже потом спокойно самостоятельно их использовать с этим мы закончили в принципе тут также можно обрезать вашу фотографию то есть именно как в любой форме либо квадрат либо там да как как в принципе вам уже будет удобнее своим также можно в принципе от руки все это выбрать выделить ну ладно также есть две такие стрелочки в левом нижнем таком углу эти стрелочки шаг назад шаг вперед в принципе они вам в чем-то могут пригодиться то есть допустим если вы гейминг сетчете вы можете отменить резко это действие и снова допустим поставить есть его если допустим вам так захочется в целом по вопросам премиум версии я думаю вам в принципе нужна будет взломка хоть как потому что практически все функции ограничены и покупать платить за это бабки это просто умерет также давайте в принципе рассмотрим функцию экспорта то есть экспорт довольно таки тут быстрый сохраняем копию и все также можно поделиться с вашими друзьями в разных социальных сях вашей работы ну я думаю вам это в принципе сейчас поначалу не понадобится но сохраняют порядка 50 секунд если у вас слабый телефон она быстрых телефонов это идет порядка 1 2 секунд довольно таки быстро и не затратит вас много времени а также перед тем как выходить самого видеоролика хотел бы вам рассказать все самые главные такие основные проблемы в этом который случается в этом приложении то есть первым про меня проблема что делать если у вас на приложение вылетает вторая проблема что дело действия нового слагает она довольно часто последнего время потому что вы довольно таки плохо оптимизированный интерфейс также последием проблема что делал если вы купили премию версию именно вот эта про версию и вам они пришла то сейчас мы рассмотрим такие все проблентки я вам объясню как их решить если они вас в целом друг появятся поэтому я вам рекомендую на смерти до конца чтобы потом из него вдруг появится не искать где-нибудь браузере и так далее в ютубе из как решить подобные проблемы потому что их там ответов довольно таки мало я сам искал ответы очень долго четыре где-то часа примерно затратил на все это дело то есть но вам порядка пяти минут надо посмотреть этот видеоролик и все в целом узнать но а также не забудь поставить мне лайк в конце видеоролика то есть вы тем самым сделать иметь видно очень приятно и хотя бы я пойму что я действительно сделал видеоролик не зря то есть я не зря разбираться подобные проблемы то есть и именно я бы что-то с этого я получу так давайте рассмотрим решение первой проблемы то есть для этого вам требуется обновить систему вашего андроида потому что это приложение довольно таки хорошо оптимизировано на именно версиях 2020 года то есть на всех андроидах но она iphone их в принципе на каждую оперативную систему ios вам в принципе ничего обновлять не надо есть у вас iphone вам решение проблемы никак не понадобится на андроидах я рекомендую вам обновлять двумя способами либо если у вас есть обновление обновление системы до исключено обновление по есть такая такое приложение принципе заходите активируйте вы там все это делаете либо же можно сделать через настройки то есть зайти в раздел системы и там уже все это дело включить и активировать настройки от обновления если у вас допустим телефон 2017-18 года то есть в этом плане вам придется хоть как обновить потому что стабильно работать приложение не будет если вы допустим вы не поняли не знаете как это сделать напишите мне во вконтакте я вам все это дело объясню специальный видео обзорчик такой для вас вам скину и вы в принципе уже по нему должны разобраться как все это делается также вторая проблема довольно таки в последнее время я уже убил много комментариев что у людей логат приложениями на не выводит все функции сейчас я вам объясню как убрать и эту проблему для этого вам потребуется качать либо приложение а выкоп клиент любо клин мастер то есть два приложения по оптимизации ускорению разных видах приложений то есть скачивайте это приложение то есть я обычно пользуюсь климаси нато скачивайтесь плины мастер и уже там в принципе все это дело устранить то есть ускоряете работаю приложения чистые кэш а как это все дел ideal для в принципе рассказал уже в предыдущем видеоролике то есть В предыдущем видеоролике также я сделал обзор на оба приложения, то есть на аппетклен и на клинмастер, то есть я все подробно, грамотно там в этом плане рассказал, и вам просто достаточно посмотреть видеоролик и уже с этого всего понять, то есть вы спокойно поймете, главное, досмотрите видеоролик до конца, который я сделал именно с обзором на приложение по оптимизации, то есть там вы досмотрите, они идут довольно-таки недолго, 5-6 минут, и вы все уже из этого поймете. А также довольно-таки универсальный совет, он вам пригодится не только в этом приложении, но и в принципе с другими приложениями он вам тоже должен пригодиться, он, так сказать, даже на игры оптимизирован. И довольно-таки последняя такая, ну не очень частая проблема, но все же такая проблема имеется, то есть, что делать, если вам, допустим, не пришла Pro-версия, но вы за нее заплатили деньги, для этого вам потребуется зайти в PlayMark или же в AppStory, я не знаю, какая у вас именно платформа, заходите, набирайте приложение QuickShot, затем заходите в само приложение, чуть ниже отлистывайте, у вас будет там такой раздел, называется он «Связь с разработчиками». Именно вот в этом разделе вам потребуется только скопировать их почту, то есть почту техподдержки, копируйте, там будет много разных контактов, то есть где находится их офис, номер телефона и все в этом плане. Вам потребуется только скопировать адрес электронной почты и на электронную почту техподдержку написать им, что вам, допустим, не пришла прямая версия, и они в целом с этим разберутся. Ответ вам придет в течение 24 часов, они в принципе рассматривают проблему в течение такого времени, то есть и даже вот небольшой видеоформат им сделайте, то есть небольшой видеоролик, скиньте им, сделайте, что у вас, какая именно проблема, то есть они все это дело, конечно же, посмотрят и вам все дело начислят. Так что вам придет предоставить им четоплату, если у вас в целом имеется, предоставляйте, так будет довольно-таки быстрее, даже разберетесь с этой проблемой и все в принципе. Далее, с этим мы разобрались, хотелось бы также попросить вас написать в комментариях, на какое приложение взял обзор, то есть объяснить, что, как, допустим, пользоваться, если есть какие-то в нем проблемы, допустим, или случаются тоже, объясню все это дело. Напишите главное название приложения и оставьте ссылку, где я могу его скачать, если, допустим, его нет в плеймаркете или же в актере, потому что, чтобы мне не париться далее, не искать его по браузеру, не лазить, просто ставьте мне ссылку. Также, чтобы вас попросить подписаться на мой второй канал, для тех, кто не знал, у меня есть действительно второй канал, на котором я снимаю игровую тематику, сейчас пока что снимаю компьютерные игры, но скоро будут и мобильные. Для тех, кому интересна такая тема, то переходите в описание, подписывайтесь, ссылка на мой второй канал будет в описании. Также не забывайте смотреть, самые полезные ссылочки будут в описании, я их в принципе там и оставляю. Ну а на этом, я думаю, уже буду заканчивать, спасибо всем тем людям, кто досмотрел видеоролик именно до этого момента. Всем пока, с вами был ProGamer, увидимся в следующем видеоролике. Также отмечу, что следующий видеоролик будет на тему дизайна, также не забывайте на него приходить, он выйдет сегодня, примерно через 2-3 часа, когда я выпущу этот видеоролик. Ну а на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok